Продолжение следует... Мы не изобретали велосипед, мы попробовали взять мировой опыт и начинали строительство центра на базе фонда Сколково. Фактически активную деятельность начали три года с лишним назад. Я хотел бы, не претендуя точно на полноту, затронуть некоторые аспекты, какие тренды могут быть именно с точки зрения организации, с точки зрения формы научного подхода и попробую посылаться на некий опыт, который мы приобрели здесь в России, создавая новый центр. Один из моментов, наверное, который сейчас уже видно, что присутствует в России и, наверное, он будет усиливаться, это некий проектный подход к решению задач. Опять же, это не изобретение велосипеда. Мы знаем, что были мегапроекты, космический проект, атомный проект. Но вот последние лет 20, похоже, со стороны государства не было таких постановок задач, которые можно было бы назвать мегазадачами. Российский квантовый центр мы делали с неким флагом, давайте создадим квантовый компьютер в России. Это, наверное, можно назвать проектом, наверное, не мегапроектом. Хотя задача не решена и в мире, наверное, в ближайшие 5-10 лет она не будет решена. Ну, не мегапроект, потому что все-таки это не настолько масштабный проект. Он сложный, он требует больших усилий, но это не требует координации нескольких отраслей и так далее. Но проектный подход важен, наверное, тем, что у него есть начало и конец, то есть есть решение задачи. И когда решение задачи получено, наверное, в этот момент надо переходить к другим задачам, переформатировать институты и не пытаться быть процессориентированным до бесконечности. То есть в какой-то момент асимптотические приближения становятся не столь эффективными, и надо пересматривать тогда модель в целом. Второй момент, который мы у себя активно используем, я вижу, что и во многих университетах он начинает появляться, это модель использования внешних органов управления. У нас это научный консультативный совет международный, у нас это попечительский совет, куда входят нобелевские лауреаты. Что это дает сделать? С одной стороны, это дает действительно очень сильную научную экспертизу и привлечение международного опыта, который впоследствии помогает организовать вовлечение уже самих ученых, работающих в центре, в международную жизнь прямо на повседневном уровне. С другой стороны, наши советы определяют еще и научные стратегии, общее видение центра. И далее, когда происходит отбор руководителей научных групп по международному конкурсу, опять же, он уже происходит не случайным образом и не волевым решением учредителей, скажем так, а именно за счет экспертизы международных советов. Второй момент, точнее уже третий момент, это формат независимого исследовательского центра. Вот здесь можно говорить, хороший он или плохой, есть действительно плюсы и минусы. И мне видится, что этот пример сейчас не масштабируем в России, то есть точно нельзя взять и заменить и все на эти рельсы поставить. Хотя я считаю, что наш центр показал свою успешность, свою эффективность и с точки зрения измерения научных результатов, то есть с точки зрения движения в сторону коммерциализации, которая немножко попозже затронула. Что это дает? То есть преимущество, это точно дает гибкость, когда мы можем быстро, достаточно быстро бежать за всеми трендами. Чего мы лишены? Мы лишены госзаказа, мы лишены светлого такого будущего, в котором мы уверены, нам приходится постоянно бежать. И вот вопрос, который здесь был затронут с разных сторон, это вот стартапизация, кого поддерживать, как вопрос решать, когда ученые становятся бизнесменом. Мы его на себе прочувствовали, потому что тренд в фонде Сколково какой-то время назад поменялся, нас развернули очень сильно в сторону коммерциализации, на самом деле спасибо. Это было больно, но за последние полтора года мы создали внутри себя проектный офис, так называемый, который занимается упаковкой проектов. У меня там сидят люди, в основном они все имеют степени физмат, наук, но пришли из индустрии. С другой стороны, есть ученые, которых мы не пытаемся сделать бизнесменами. И как ни странно, идея ученого какого-то человека, который не готов, чтобы его открытия воплощались в жизнь, на самом деле неправильная. Просто ученый не знает, как организовать стартап. Он за редкими исключениями не является менеджером коммерческого предприятия. И вот если ему здесь помочь не просто советом, а помочь именно в упаковке продукта, который не продукт, даже команды, которая появится на рынке, а как спин-офф. Но я по словам упаковка понимаю, это сопровождение полной операционной деятельности, это подбор команды, продвижение продаж и так далее. То есть это большая работа, которую делают не ученые, а, скажем, профессиональные люди из индустрии. Эта штука работает, и это точно интересно ученым. А если говорить про перспективы, куда это может двигаться, вот мы для себя видим, что у нас есть проект-нофис сейчас внутри квантового центра, и планируем создание еще двух институтов по похожей модели. Но у них должен быть один проект-нофис, который обслуживает и всех, и даже, возможно, будет выполнять некие задачи как аутсорсинговые. Вот это, наверное, некая актуальная задача, которую надо решать, посмотреть, что из этого получится. А деньги откуда? Вы говорите, госзаказ мы не получаем. А деньги откуда? А деньги мы получаем по-разному. На самом деле, большей частью мы получаем, с одной стороны, со стороны инвесторов, которые верят в будущий результат, а с другой стороны мы активно участвуем в грантовых программах. У нас полный пакет грантов и от РНФ, РФФИ, Минобра и так далее. Но это похоже на то, о чем рассказывал нам Евгений Кузнецов? Вы когда помрете-то? Дата вашей смерти уже написана перед входом в ваш российский квантовый центр? Ну, знаете, она переписывается постоянно. Нет, ну я понимаю, что она переписывается. А потом завтра мы не померли. Нет, смотрите, я же не за то, чтобы вас похоронить прямо сейчас. Я имею в виду, что это укладывается в ту самую идеологию, о которой говорил Евгений Кузнецов, что сиктранзит бунди, да, то есть что мирская слава пройдет и придется закрыть этот центр в какой-то момент. Ну, либо его придется когда-нибудь закрыть, либо он переродится, во что я больше верю. Потому что мы подхватываем новые задачи, мы трансформируемся на ходу и так далее. То есть здесь вопрос гибкости, который изначально заложен, это скорее, наверное, модель того Нью-Йорк Таймс, который… А как вы разрешили вот эту дилемму мелкого стартапа и масштаба действия? То есть масштабность действия осуществлена, то есть вы значимы на карте хотя бы европейской области квантовых технологий? Или не знаю, как правильно говорить, квантовых технологий. Смотрите, с точки зрения научных результатов, я думаю, мы точно масштабны. Посмотреть там по любым показателям можно. У нас и в Nature статьи выходит и в PRL в достаточно большом уже количестве. Эксперименты проводятся на собственной базе, вне виртуальной института. С точки зрения генерации стартапов и принесениями результатов, конечно, говорит преждевременно, но, похоже, процесс заложен, он идет, и, мне кажется, он движется в правильном направлении. Сколько вашему квантовому центру сейчас? То есть фактически три года активной деятельности. Три года активной деятельности. Нобелевский лауреат в Борде, правильно ли? Да, у нас два Нобелевских лауреата. Два Нобелевских лауреата в Борде. И в этом смысле эффект масштаба достигнут, при этом гибкость сохраняется, и при этом вам никто ничего не гарантировал. Да, но жизнь у нас нелегкая при этом. Понятно. Жизнь у вас нелегкая. Хорошо. А и последний слайд я хотел бы сказать, что про популяризацию науки действительно я поддерживаю, что заниматься этим надо. Приходится прикладывать много усилий, чтобы доносить до общества наши идеи. Когда их доносишь, люди говорят, ого, как это интересно. Эта большая работа, она должна быть поставлена именно на профессиональной рельсе. То есть должны быть люди, которые работают над этим, а не просто иногда что-то делают.